Традиционный турнир по футболу среди лиц с заболеванием, церебральным параличом, посвященный памяти тренера-преподавателя по футболу Юрия Сорокина, состоялся в универсальном спорткомплексе Подмосковья в шестой раз в нашем городском округе. Юрий Сорокин стоял у истоков адаптивной физической культуры в Щелкове. Он ушел из жизни в 2017 году. Много лет проработал в Центре адаптивного спорта «Спартанец» и был первым, кто начал обучать футболу по программе специальной олимпиады. Он с 2002 года пришел в адаптивную физкультуру и начал заниматься с детьми с ограниченными возможностями. И первый в районе, кто начал заниматься непосредственно мини-футболом именно с детьми, у которых ограничения по движению, даже в интеллектуальном направлении тоже трудности были. И вот он как раз-таки начал активно этим заниматься. И я думаю, что он сделал большое дело. Не каждый человек способен научить детей с ДЦП что-то делать, особенно играть в футбол. Это очень большое достижение. Турнир открыл внук Юрия Александровича Иван. Ему было предоставлено право сделать первый символический удар по мячу. В соревнованиях приняли участие воспитанники школы «Спартанец» игроки спортивной организации Москвы. Матчи проходили среди юношей в возрасте от 10 до 17 лет. «Спартанец» – первая спортивная школа под адаптивным видом спорта в Московской области. В октябре ей исполняется 25 лет. Учиться играть в футбол сюда приезжают дети со всего региона. «Мы единственная организация, которая занимается развитием футбола. Поэтому можно представить, насколько это важно, как Дальшеоковского городского округа, так и Московской области. То, что наша организация взяла на себя эту инициативу, поддержала эту традицию, которая сложилась в организации уже много лет. И мы занимаемся развитием этого футбола и представляем нашу область на российских соревнованиях». «Для начала надо было их правильно научить бегать, а потом уже играть в футбол. Но был разработан комплекс специальных упражнений, так как здесь присутствует спастика и гиперкинеза, и такие различные сопутствующие заболевания. ДЦП – вообще сложное заболевание, где нужно обязательно развивать эластичность, гибкость организма». Турнир прошел в теплой, дружественной атмосфере. Все участники получили массу положительных эмоций, возможность встретиться и сыграть товарищеский матч с игроками сборной команды России по футболу, чемпионами и призерами международных соревнований, людьми, чьи успехи и достижения стали символом того, что мечты сбываются, если верить в себя и упорно трудиться. «У каждого свое заболевание, у кого-то более сложно, у кого-то более легкое, поэтому родители – очень важная основа для того, чтобы достичь успеха в спорте. Я думаю, это должен быть огромный труд, терпение, очень большое должно быть терпение, и сила воли, потому что не все будет сразу получаться». По окончании турнира все участники были награждены медалями и подарками. За отличную работу тренер спартанца Роман Песоцкий был отмечен грамотой от Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково.